Марслан, привет! Мы продолжаем наши занятия про «Одвинутые ивриты». Сегодня у нас мы начинаем разборы статьи, эпизода из книги… Да, мы кончили книгу «Брешит», в Айке был последний порошок, который мы разобрали по раввинушным зайцам, а сегодня мы начинаем книгу «Шмот», новую книгу, соответственно, «Недельный разъезд шмот» и первая часть как раз начало египетского рабства. Окей, все, значит, я делаю шеринг. Сейчас, секундочку, поделиться… А, подожди, запись-то включилась? Нет? Да, включилась, окей. Так, есть, есть. Ну, вроде все, нормально. Так, Ань, видно, нет? Да. Так, я погромче сделаю, что-то я не очень слышу. Да-да, нормально, нормально. Да-да, все, сейчас я только погромче сделаю. Все, давай начинаем тогда, бассандр-гамон. Заглавие только, прощи, заглавие, прежде. А, раньше, сейчас скажу, решит шабуд бен-эцраэл. Начало египетского рабства. Да, ну, даже лучше, наверное, ну да, есть такое слово «порабощение». «Порабощение в Египте». Да-да-да-да, окей. Так, значит, цифер шмот, эйномам шых, цифер шмоты не продолжает, цифер берешит, лофан рацув, то есть, как бы, непрерывным способом, образом. Гу нефтах, ким ад, бэ никуда ошиба, а, шо скажу, истаем, истаем, кодэмо. Хочу поправить, только вот это действительно ошибается, я тоже иногда как бы путаюсь. Вот это вот «эйно», вот там, где я подчеркнул, это «он-да». Не «он-нет», а «он-да», то есть, противоположность. Он-таки «да» продолжает. Так, а, так что, что-то я думала. Все точно так, что-то наоборот. Да я помню, есть такое, которое… Есть «эйне-но», «эйне-но» – это «нет». А «эйне-но» – это в смысле «он-да», но вообще очень близко может раскопаться. Хорошо, да, она продолжается. Кида продолжается. Кида продолжается, да. Хорошо. Гу нефтах, она открывается, ким ад практически бэ никуда шиба, истаем, кодэмо. 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 Она открывается практически в том месте, в котором она завершилась, в котором завершилась предыдущая. Ну да, тут путается мужской и женский, потому что с эфиром… Она, он, книг. Ну да, книжка по-русски, поэтому ты правильно переводишь, да. Он книг. Книг, да. Я закончил, что предыдущая книга. Все правильно, за сколько я переводил. Мы от мин айняним, а храним, чтобы сифро… Супру, я думаю. А, супру. Или супру, сифру. Рассказы считаются, считаются… Нет, которые были рассказаны. Рассказаны. Ну, все равно это пассив же. Ну да. Которые рассказаны. Так, значит, мят… Некоторые, или несколько, или немного. Да, да, да. Некоторые вопросы, последние, а храним, последние вопросы. Супру, которые описывались, рассказывались в книге «Перешит», их зру, бетхилат, значит, возвращаются или вернутся, еще в будущем времени, вернутся в начало сифершмот, к началу книги «Шмот». Мешум шэм релеватим. Да, релеватим такое слово, да. Поскольку, вследствие, что они релевантны, лэм шэх, лэм шэх, лэм шэх, лэм шэх, поскольку они релевантны для продолжения… Ну, цепочки забытий, шалшири, ну, можно как-то по-русски, надо по-русски… Для продолжения развития событий, или что-то такое. Хотел только сказать здесь, вот, по-русски это считается плохой стиль, и, в общем, каждый, кто как-то что-то такое пишет, он старается этого избегать, а именно повторения слов. Ну, вот, например, на иврите это совершенно нормально, более того, это все время обыгрывается. Вот как здесь, например, да, вот я подчеркиваю, что супруга эсэфер, значит, по-русски сказать, которые рассказывались в рассказе, ну, это неудобно, рука не поднимается. Человек сидит, подумает две минуты и скажет, и придумает что-то другое, повествование, там, в изложении, а иврит все нормально, это терпит, более того, это даже, ну, в принципе, даже хороший стиль, вот, пожалуйста. Да, я помню, у нас учительница по литературе все время в сочинениях это подчеркивала, если мы... Ну, да, да, мы все это знаем, что это очень нехорошо, когда в одном предложении, ну, вот, однокоренные слова повторяются, это некрасиво, это режут слов. А на иврите это совершенно нормально, абсолютно. Более того, это даже какой-то, как бы, стиль. Окей. Дальше. Бепракав. 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 Ахраним Шестефер Берешит. Гальта, получается. Да, Гальта. Или Гальта, наверное. Гальта, да. Мишпахат Яков. Микнаан. Лэмитс Райм. Значит, в последних главах книги Берешит раскрывается, видим, раскрывается. Я думаю, ушла в голубь. Я думаю, ушла в голубь. А, изгоняется, получается. Изгоняется, да. Изгоняется семья Якова из Кнаана в Митая. Ну, все-таки не изгоняется. Изгоняется, это же типа того, что их кто-то насильно изгнал. Ну, как бы, типа, ушла в голубь. Они же сами так учат. Уголучивались. Уголучивались, пожалуйста, замечательно. У диаспора есть. Вот, да. Ушли в диаспору. Да, как-то так. Ушли в диаспору. Да. Шиба. Ушли на чужбину. Вот, русский перевод. А, ушли на чужбину. Ушли на чужбину, да. Вот, русский перевод. Замечательно, да. Тут же глагол, а это вы приходите. Да, да, да. Ушли на чужбину, да. Ну, да, правильно. Ну, уход, ну, да, ничего. Хорошо, да. Шиба, тербе, амишпаха, вэтхия, ле-а. Ну, тут я думаю, титраба, в смысле, размножится. Титраба, размножилось, да. Да. Размножится. Размножится. В котором, где, в котором в Египте она, семья, размножилась. Ну, подожди, только в будущем. В будущем размножится. А, тербе, будет народом. Да, да, да. Которым она размножится и станет народом. Молодец. Хорошо. Им. Итхалфут. Да, вот это хорошее слово, оно очень часто в Сухове. Ну, халфут, ну, халфут, ну, халфут, ну, халфут, ну, измени. Тхалфут, это перемены. Это как бы им тхалфут отшельтот. Ну, в данном случае, это реально просто с переменами властей. Ну, а это слово лохлик, да? Ну, халф, это корень, означает какую-то перемену. Ну, да, 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 да. Лохлов, это, в общем, ну, как бы проходить, меняться. Тхалфут, это такое слово, я не знаю точно, как по-русски перевести. Но, видите, это не просто перемена, а это как бы события, связанные с переменами. Вот, скажем так. Поэтому тхалфута шельфон, это не просто перемена, это не ченджинг, а это как бы процессы, которые приводят к изменению власти. Окей? Ну, тут ошельтот, да, Бемитсраем? С перемены власти в Митсраем. Да. Тахфух. 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 Таафух. Гаутем. А географит шель бне Исраэль. Да. Мим мекумэм. Лехаим каши. Мим мекумам. Мим мекумам. Тахфух. Лехаим. Лехаим. Лехаим каши. Тахат. Да. Шеабут. Ариц. Кзерот. Кзерот. Да. Так. Ахзариот. 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 Да, да, да. Ахзариот. Значит, в современной власти в Египте, как бы, Тахфух превращается. Здесь превратится. Превращается. И еще раз говорю, что на Европе обернулось вот это изгнание головы. Тахфух – это как бы превратится, перевернулось, превратилось. Вот я хочу сказать, что на европе, в отличие от русского, тоже. И когда это не однокоренные слова, но близкие по, как это называется, близкие по звучанию, да, это тоже, по-русски это все равно как бы не очень хорошо, потому что правильно, чтобы это не совпадало. А на европе, вот он же специально это ставит, Тахфух, потому что здесь было им Тахлофот, да, а дальше Тахфух. И это звучит очень хорошо, и даже как бы литературно высоко. Окей? Дальше тогда превратится их голутам. Их изгнание, их голутам. Правильно. Отчуждение географическое. Географит. Значит, Бне-Исраэль. Их изгнание Бне-Исраэль превратится из просто мимикумэм, из их места проживания. Сейчас скажу, мимикумэм, Лахаим-Кашим. Ну, тут я как-то не очень понимаю, на самом деле, этого смысла. То есть я хочу сказать, что не просто... То есть это не просто переезд. Ну да, правильно, не просто переезд, да. Они переехали просто, чтобы поменяли место жительства. А это вот перемена... Лахаим-Кашим. Вот Ле-Ле, это во что превратился? То есть Ме-Ле превратилось из, ну типа места проживания, просто, да, переждать, пока голод пройдет. Вот мир, да, Ле-Хаим-Кашим, правильно. В тяжелой жизни. Да, под чем? Под, как это, Шабут, Ариц, ну, порабощение, какое-то тираническое порабощение. Под порабощение Ариц, Ариц, это... А вот это какое-то тиран, 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 тиран. Тиран, да, да, тиран, да, тиран, правильно. Значит, и Гзерот, Гзерот, Акзариот, тоже какое-то жестокое... Ну, смотри, Гзерот, это всегда отрицательно. Отрицательно, Гзерот, это всегда отрицательные... Ну, как бы... По-русски-то гони, по-русски это словно гонение, хотя на Илите есть слово гонение радифот, да, или лирдов. Но по-русски проще всего перевести действительно гонение. Потому что Гзерот, Гзерот, это как бы приказы, указания в отношении... Какие-то приговоры. Приговоры, да. Хотя по-русски приговоры, это будет мишпа, понимаешь, как бы приговор. Но Гзерот... В религиозных текстах обычно. Гзерот, это там, в Йом-Кипур, там, или... Да-да-да-да, Гзерот... Просят тяжелый приговор. Да-да-да-да, и вот это вот, это из Йом-Кипура, Гзерот, Акзариот. То есть не просто Акзариот, а Акзариот, это в смысле Акзари, это, ну, Акзар беспощадный. Ну, вот что-то типа беспощадный. То есть не просто жесткий, а беспощадный. Окей. В общем, превратилось это просто переезд на новое место жительства, превратился в жестокое угнетение и порабощение. Ну да, и что было триггером для этого, вот это вот Тахлофот Шельтон. То есть по изменению власти. Ну, естественно, встал новый этот самый, и так дальше. Ну, хорошо, давай прочитаем еще вот начало, а потом перейдем. Так, Ферекали. Вэ Аллах. Вэ Аллах. Почему Аллах? Вээли. Вээли. Да, окей. Авээли, шмотв на Исраэль. Ну да, Вээли. Вот имя сыновей из Сабаха Исраэля, Якова. Хабаим Митраэма, который переехавших в Египет. Ну, так. Это имя Яков с Яковом. И Иш, Убэйто, Бау. Человек. Объясняет Эд, потому что непонятно. Эд это по-русски Сы. Ну, как на еврей, проще правильно сказать Ким. Его семейство. Ну да, вместе с Яковом, да. Хотя вот тоже Абаим, это действительно пришедших. Но обычно русский перевод спустившихся. Хотя здесь написано Абаим действительно пришедших. А, вот, да, вот, Иш, Убэйто, Бау. Каждый со своим домом, каждый со своим семьей. Ну да, то есть это были как бы, это были, как это, семьи, хамулы. То есть они не просто был Яков и его двенадцать сыновей. А у них у каждого был уже как бы славянский Яков. Иш, Убэйто, Бау. Вот, то есть они пришли таким уже установленным, установленными кланами. Да, окей. Во главе с праотцом Яковом. Да, окей. Ладно, хорошо. В Ивье, Кольнефеш, Юцэй, Арах. Ну, Ерах, бедра, в смысле. Еры, а, на, Енг. Из чресла Якова. И была каждая душа, выходящая из чресла Якова. Только не каждая, а я думаю, всех душ. И было всех душ. Всех, вот, и было всех душ, да, я смотрю, смотрю. Да. Семьдесят душ. Ну да, известно, всего семьдесят человек. Это все пасхальная года сейчас будет, да. Да. В имам немне. Немна, немна. Немна. И с ними числился, еще считался. Да, и с ним как бы считался, причислялся, как бы ее сэр. Шелобо и тем. Шелобо и тем. И там, и там. С которой не пришел с ними из земли Кнадской. Ну да, то есть они его продали, он там раньше появился, до них. Но тем не менее, Юсеф тоже считается, что он как бы, ну не то что считается, но причисляется вместе к ним. Хотя он реально находился здесь в чем другом качестве. Эля. 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 А я к Варбаме с вами. Ну да. Ну, однако он уже был в мире. Ну да. Или несмотря на то, что он уже был в Египте, да. Ну так. Иммеш Пухато со своей семьей. Ну да. Кто-то, видимо, посидел, посчитал и получилось, что 70 с самим Яковом. Значит, в этом самом Миньяне, во всем этом количестве, в точном количестве, в точное число 70 душ входил так же сам Миньяне. Правильно. Сто процентов. Ну хорошо. Перейдем на Арслана. Да, Арслан. Арслан, мы с тобой. Ага, да, да, здесь. Так, сейчас. А, Ваямут Йосеф. Правильно. Умер Йосеф. Да, Умер Йосеф. Правильно. Кефи шимофо. Ну подожди, супар. А, шесофар. Шесофар. Бефисук. Бепасук. Бепасук. Хаахарон. Правильно. Бесофер берешит. Да. И согласно Шесофар. Согласно тому, как это было рассказано, но длинный русский перевод. В последнем пасуке. Ага, в книге берешит. Правильно. То есть, она, как бы, комментарий Равина Штезальца говорит, что тут повторяется то, что нам известно из последнего стиха в книге берешит. Дальше. Веколь. Веколь и хав. Веколь. Хадор. Ау. Да. Шельбный Яков. Ацмам. Да. И все его братья, и все поколения. Да. То, которые были сыны Якова от него самого. Да. То есть, как бы, здесь речь идет о том, что в одной фразе, по-видимому, долгий промежуток времени описывается, что, в общем, умерло все это поколение. Не только Яков, про которого, как бы, в последней главе книги берешит. Не только Иосиф, который в последнем фразе книги берешит. Но и также дальше вот это Веколь, Эхаб, Веколь Адораул. И все его братья, да, то есть братья Иосифа, Веколь Адораду, Аул. И все то поколение. А дальше, как бы, рождается описать, что входит в это поколение. Шельбный Яков Ацман. Значит, это поколение кого? Поколение, во-первых. Значит, поколение. Поколение, по-видимому, ну, как бы, там, 20 лет. Люди, которые более-менее не сокурсники, как это называется, сровезники. Да. Вот. Которые Шельбный Яков Ацман. Которые все, как бы, сыновья Якова. Но, кроме того, это, речь идет, что это не только про них идет речь. Речь идет про следующее поколение. Вышли ЕЛДМ. Их детей. Их детей. А каких детей? Потому что дети могут... Часть которых родилась... Еще в Кнаане. То есть все дети. Все их дети, они могут разделяться по параметру, где они родились. Они родились еще в Кнаане до переезда, либо уже потом в Египте. Но он говорит, что это не важно, потому что речь идет, как бы, даже... И те, которые пришли, и те, которые родились. Все это поколение, вот это вот поколение, которое связано с Яковом, с его сыновьями, и с сыновьями его сыновей, да, и те, которые пришли из Кнаана, и те, которые родились до Жигипте, все они умерли. Умерли, естественно, смертью. Все. Все, все вот это вот поколение, или даже, как бы, несколько поколений. Все. И сейчас начинается, как бы, совершенно новый период, который связан, известно с чем. Будем читать дальше. Увна Исраэль. На что-то подобие, на что-то подобие, да. И сыны Израиля, которые превращаются здесь, из кого? Он превращается из его детей. Из детей человека, из детей как бы человека, ну его зовут, человека зовут Израиль, да, это Яков. Грубо говоря, пришел человек, а вместе с ним его сыновья и сыновья и сыновей. Про них, про всех было сказано, что вот пришел как бы Яков, спустился со всеми своими сыновьями. Ну а в дальнейшем, поскольку только поколение все умерло, правильно, то вот эти бне Исраиль, они превратились из некоторой хамулы семьи одного человека, Яков и Исраиль, они превратились во что? The main shavit. Что такое the main shavit? В подобие... В подобие племени, колена, как-то вот что-то большее. Окей? То есть это некоторая вот такая конгрегация людей, скажем так. Дальше. И что с ними произошло? Парува и швецов. Ну, размножились и... И расплодились по-русски. Но вот сразу вот на слух как бы, да, порой это нормально. Порой это означает, что есть, как это в математике называется, вот здесь есть Саша, она могла нам помочь. Когда у двух рождается 3-4, то есть, грубо говоря, есть... Геометрическая прогрессия. Да, правильно. Вот есть какая-то прогрессия. Геометрическая. Ну да, то есть не 70-70, а 70. У 70 там, не знаю, 200. У 200-500 и дальше. Но вот это вот слово, оно дико режет слух. С самого начала. То есть, грубо говоря, человек вздрагивает. Потому что про размножение людей не говорится и швецу. Шарац, шарац, это... Ну, вообще... Кишащие, по-моему, да? Что ты говоришь? Кишащие. Ну да, это вот что-то совсем нехорошее. То есть, во-первых, это имеет отношение к животному миру. 100%, да? Кроме того, вообще, как бы, вошло и в рит, и из ритиши, и так дальше. Шерац, шерац. Шерац, это что-то очень плохое. Это что-то... А, гнусь! Вот, это типа гнусь по-русски. Это 100% отрицательный. Когда сказано про людей, это вот... Это сразу очень настораживает. Потому что это очень нехорошее слово. Окей? Поэтому, естественно, что как бы Раф Штензальц, один Штензальц, он должен это как-то прокомментировать, да? Дальше. Вот он, что бедюк, то, что я сказал. Мат-ИМ подходит или соответствует. Мат-ИМ йотер. Да. Ле-га-три-во-там. Это эфиль. Эфиль начинается ид. Ид-ра-бу-там. Но вот это вот эм – это ид. Для размножения кого? Шель-ба-лей-а-им. Ну, да. Ну, живых. Живых. То есть поэ-поэль какой-то. Поэ-поэль поишрицу. То есть лэ-шарец – это глагол. Он говорит, что этот глагол, глагол, мат-ИМ йотер, он больше подходит. Для размножения. Для размножения. Животных. Балэ-ха-им – это животные. Дальше. Валькэн. Валькэн. Гедраж. И не драж. Это просто обычный петь. Да, не драж. И поэтому требуется здесь. А, нет, нет. Не драж по в смысле от слова драж. И поэтому здесь комментируется. И поэтому тем самым комментируется, что комментируется. То есть употребление этого глагола, оно дает нам какой-то комментарий, какое-то объяснение. Связанное с чем? Шот Исраэль. Шот Исраэль бемицраэм. Хаю. Йолдот. Йолдим. Да. Мерувим. Мерувим беват. Беват Ахат. Да. Валькэн. Значит, здесь Раф Штендальдс, он говорит, он, в отличие от того, что я сказал, отрицательного, он ничего отрицательного про это не говорит. Это потом будет про это разговор. Он пока что говорит, что это описывает ненормальный процесс. То есть ненормальное размножение. Нормальное размножение – это когда женщина рождает много детей, но они рождаются, ну, на 99% один-один. То есть один ребенок, второй ребенок, третий ребенок. Иногда бывают близнецы. Но здесь этот процесс был такой, что все время рождались множественные, как бы, я не знаю, не только близнецы, а 3, 4, 5, 6, не знаю, сколько еще, беват Ахат за один раз. И поэтому вот этот глагол и Шрецу, и Шрецу, такой очень неприятный, это как бы парафраза на то, ну, я не знаю, как это, а, размножение, которое происходит у животных. Ну, Лавдин все-таки, да. Потому почему там за один раз, ну, самка, наверное, правильно сказать, да, у нее рождаются несколько, у кошки рождаются сколько там, 10 котят, 5, 6, 7, 8, 10. И людей такого не происходит. А здесь происходило именно так. И вот это объясняет, не дражбо, и поэтому объясняется этим глаголом в Ишлицу, шеншот Исраэль, да, что, ну, не знаю, девы, как они, жены Израилевы дословно, но именно еврейские матери, да, в Египте, Аююлдот, и Владимирубим, они рождали множество детей, быватых ад, за один раз. То есть при одном рождении рождалось много детей. Шелоке Даркам Шенгне Адам, что не соответствует, не похоже, так как это происходит у людей. Даркам, это известно, Дерах, это как бы способ, как происходит, знаете, Дерах Эрес, например, называется, это правило поведения, например. Ну, а Паневите называется очень просто Дерах Эрес, а именно Пут Земли. Когда говорится Даркам Шенгне Адам, как бы, ну, так не происходит у людей. Дальше. И размножались число, большим числом. То есть Миспарам Гадаль. Миспарам Гадаль. Значит, их число росло. Это нам вся сейчас Тора описывает, вот этот вот странный, неестественный для людей, процесс размножения. То есть они очень-очень сильно увеличивались. Технически, если так можно сказать, почему нам объяснили. Потому что и Шерцу. У одной женщины раздалось все время большое количество детей за один раз. Миспарам Гадаль. То есть их число, ну, можно сказать, сильно росло или просто росло. Дальше. Это повело, видимо, к нему. Усилилось. Я отцм... Усилилось очень усилилось. Да. Отцмаут, знаете, йом, отцмут ли не зависит. На цем это усиливаться. Да. Поэтому, когда говорится, например, уцмати, или, например, когда говорится про какие-то военные события, и вот одна сторона отвечает другой. Например, говорится, дгува уцмати. Уцмати означает такая сильная, мощная. А, да, вот по-русски слово мощная. Да? Ну, то есть не сказать, что они как бы, что они стали мощными, а в том смысле, что они очень-очень сильно как бы увеличились в числе. Дальше. И это тоже видно в том, что два раза повторяет слово меот. Меот, меот. То есть это все, все, все. Все нам Писание здесь говорит, что этот процесс, он неестественный, и они в диком количестве размножались. Дальше. На хахутам. На хахутам. Хата отцма. Да. Что значит вот это слово? Я отцму, я отцму. Ну, как бы объясняет. В принципе, это и так понятно. Что значит на хахутам? Их присутствие, да, оно сильно умножилось, увеличилось. Что значит на хахутам? На хахутам, это означает, что присутствие, это на глазу просто у египтян, это стало притчей во языцах. Это я говорю, да. Что они стали видеть евреев везде, повсюду. Они запомнили все. Стало очень много. Это стало бросаться в глаза. Окей? Дальше. Тох. Тох зман. Кецар. Кецар. Зман Кецар. Кецаравхо. Шиба им. Нефеш. Шибим, да. Лешевет гадоль. Правильно. И посреди того времени... Тох зман Кецар, значит, в течение короткого времени. Короткого времени превратилось 70 дус в большое колено. Большое колено, большое племя, как угодно. Правильно, да. Вайт-Малэ. Вайт-Малэ, да. Вайт-Малэ. Вайт-Малэ. И наполнилась земля ими. Ну да, и наполнила земля ими. Что значит наполнилась земля? Не очень понятно. Земля это как бы вот так, правильно? А на земле люди. Они не могут в земле, земля не может наполниться людьми. Но это как бы образное выражение сейчас, поэтому это тоже требует объяснения. Наполнилась земля, в смысле по земле ходило очень много людей, которые были евреи. Это бросалось в глаза. Дальше. Мин-ха-мшэх. Мин-ха-мшэх. Мшэх нир-а-шэло кулам. Яшву бэвидор. Бэбидуд. Бэбидуд. Мин-ха-мцэрин. Мин-ха-мцэрин, да. Бэгушо. Бэгушо. Мин-ха-мшэх. То есть мы в дальнейшем, ну, не знаю, не очень как бы слушаться на слов, но мин-ха-мцэх, я бы сказал Бэм-шэх. Почему мин-ха-мцэх? Ну, предположим, так. Но в дальнейшем, да, мы увидим. Нир-а. Да. Шелло кулам. Ишву бедуду. Да. Что все они... Что не все, не все, не все. А, не все. Шелло кулам. Что не все живут, проживают. Да. Отдельно. Правильно. Отдельно из... Ну, от социальных египтян, или вообще от египтян, да. В Гошине. В Гошине. Помните, ведь план изначально Иосифу был поселить, как бы... Ну, так оно и произошло. Поселить отца с сыновьями, вообще со всеми, со всеми пришедшими, вот эти 70 душ, поселить их в некотором отдельном месте. И это было связано не только с тем, что они занимались, как бы, ремеслом, которое было противно в глазах египтян. И не только для того, чтобы их, как бы, спасти от египтян, что раконений не было. Наоборот. Их, как бы, всячески привечали. Они были и в глазах фараона, и в глазах египтян. Они были родственники Иосифа, который ему очень помог. И они, как бы, вполне, как бы, приветствовали их приход. Ну, как бы, читается, и шаг, что он их поселил там, для того, чтобы у них было, как бы... Ну, сейчас, в современном языке, сказали, национальная культурная автономия, религиозная. Чтобы они, как бы, не смешивались с египтянами и вообще с ними жили отдельно. Но из-за того, что вот написано в Этимале, Аратсо, там, то есть этого видно, видно, что можно сделать вывод, и мы это увидим в дальнейшем, что не все, не все евреи, не все израильтяне, они оставались жить вот в этой обособленности, в Гошине, куда их изначально поселил Иосиф. Дальше, Ба-аю. Ба-аю-мехэм, Шиха-ю, Бесахнут, Лемицраим. да, Бешхенут, Лемицрим, да. Лемицрим, Белознайм, Ахерим. Ну, только не узнаем, Изурим, районы. А, Ба-азурим. Да. И из них, и были из них, те, которые проживали, да, которые жили, проживали, Бешхенут, в соседстве. В Египте, в других районах. То есть, не только в Гошине, а в других районах. По-видимому, вот из-за этого, как бы, трения, трения, и как бы началась вот эта вот, то есть, реакция фараона, потому что сказано, что он пришел, забыл, кто такой был Иосиф, и все прочее. По-видимому, как бы, ну, вот, Равинштейн, мне так кажется, подводит к мысли, что вот это вот действие фараона нет так, как видится на первый взгляд, что он вдруг пришел какой-то, который сделал вид, что он вообще не знает Иосифа, и поменял генеральную политику по отношению к евреям. По-видимому, как бы, вот это вот множественное присутствие евреев, евреев видели в СИП везде, и они не жили обособленно, так быть, меньше замечали, да, а они стали проникать во все районы Египта, и египтяне стали вообще видеть, что это за дела, тут вообще на каждом шагу не сплошные евреи. Ими заполнилась, как бы, вся страна. По-видимому, это, наверное, тоже было следствие того, что фараон поменял свою политику по отношению к ним. Окей. Ну, хорошо. А вот я хочу спросить, у нас есть новый человек, который тут называется, как, Мари, либо Мэри, я не знаю, как бы, Мария, может быть, а вопрос такой, вы будете, вы хотите читать с нами, либо вы предпочитаете пассивное участие? Пока да. Нет проблем, нет проблем. И у нас есть участники, которые участвуют пассивно, мы всем, как бы, рады, мы всех приветствуем. Когда, да, окей, когда вы почувствуете достаточно сил и возможностей, пожалуйста, присоединяйтесь, мы, как бы, помогаем чтению и все прочее. Очень важно сами читать и начинать. Хорошо? Да. Да, пожалуйста, да, все отлично, можно так читать. Вьяка Мэла Хадаш. Как это перевести? И встал, встал новый, ну, царь, король, да, не король, а как бы царь, да, в Ияком встал, имеется в виду, что он не встал физически, то есть он сидел и встал, а встал в смысле воцарился, так надо правильно перевести по-русски, воцарился новый царь, или новый фараон, да, дальше объяснение, вот, жирным текстом это текст самого Тора Писания, а нежирный текст, и он другим фонтом набран, это пояснение комментария к тому, что сейчас мы прочитали. Так дальше, что тут написано? Ми? Ну, что-то не слышу. Мишу Шеретхадаш, Мишу Шеретхадаш, Мишу Шеретхадаш. Плохой интернет, видимо, у человека. А, да, наверное, плохой интернет. Заедался. Ну, хорошо, так не очень получается. Тогда мы, наверное, перейдем все-таки к Кане, а когда будет возможность, ну, соответственно, вы будете читать дальше. Аня, продолжай плить дальше. Мишу Шеретхадаш. Мишу Шеретхадаш из новой династии. Да, Шеретхадаш, династия, да. Шуршура, это понос, но так не очень близко. Да, понятно, что одно идет за другим. Иврит, он такой язык, в котором как-то связано. Чтобы вы понимали, о чем речь идет. Да, Лешалшель, это значит поносить. Но не поносить в смысле словами, а поносить физически. Окей. Окей. Альмитраем. А Шерлоид, Альюда. А, это Йосеф. Ну, вот начинается. Новая династия в Египте, который, ну, новый царь в Египте, который не знал Йосефа. Да. Мистер Абер, Шема, Аль... Шема, да. Шема Альдамуто, Шель Йосеф. Выясняется, что Шема слушал, слышал, что слышал, Альдамуто, об образе, что ли? Думаю, это как образ или вид. Об образе вообще Айосефа. Об образе Йосефа. Да. Так. Алькоратав, Валь. Да. Мэапаха. Мэапеха. Мэапеха. Революция. Мэапеха. Раз 100 сказать, тогда потом... Шехулэль бэмитраем. Хорошо. Шехулэль бэмитраем, правильно. Значит, об событиях и об этом революции, перевороте. Перевороте, да. Произошла в Египте. Которую он произвел в Египте. Мы хотели это производить, да? Шехулэль он произвел в Египте. Ахая. Эдаш. Эдиш. Адиш. Адиш. Равнодушен. Эдиш. Лэ иньяно. Правильно. Лэ гораль. Да. Шефто. 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 Правильно. Значит, и он был равнодушен к делам и к судьбе этого колена его. То есть, ну, якобы. Да, вот это вот слово мистабер, оно важно, правильно, потому что, я не знаю, да, наверное, это соображение. Вот свора это соображение. И даже, знаете, был период мудрецов, который называется Савураем. Я совершенно небольшой, вообще не специалист, прочитайте в Гугле или вообще на Толдот. По-видимому, они основывались на соображениях, на том, что выводилось одно из другого. Вот я так предполагаю, но это близко к истине. Вот это вот выражение, оно мистабер, мистабер, его в современном виде нормальный человек говорить не будет. Это выражение человека, который, в общем, дешевит и так дальше. Но он здесь его участвует, он его как бы употребляет. Мистабер, в смысле мистаберша шамама, он говорит, вообще-то, вообще-то, стоит предположить, что он да, знал об этом Айосефе. Он слышал об этом, разумеется. Ну да, что он шамаль был. Не может быть, что он не слышал. Такого не может быть. Просто ему было пофигу. Ему было пофигу, да. И он туда, Штензальц идет по линии Шоная Адиш. Адиш, это в смысле, что Адишут, это равнодушие. Он был равнодушен ко всей этой истории. Ну, как бы, традиционный подход, что он не просто был равнодушен, он типа злодеем был, что он сделал вид, что он забыл. Но идет по линии, что он был Адиш. Дальше, Вайомер. Вайомер, Амелых, Азе, Аля Амо. Сказал, это царь своему народу. Да. И не, и не, амбна Исраэль, раф, ва, 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 мимену. Да. Вот, сильнее и могущественнее нас. Вот это вот тоже, мимену, здесь Штензальс это не объясняет. Но вообще, вы знаете, когда написано мимену, то это всегда стандартный комментарий, почему-то, потому что можно перевести более чем мы, то есть он более многочисленный или более там множественный, чем мы. А с другой стороны, мимену, это от нас. Это то, что говорят сыны Лавана тогда своему отцу Якову, по поводу, своему отцу Лавану по поводу Якова. Шуи Ташер, мимену. Можно сказать, что он более богат. За наш счет. А, можно сказать, что он за наш счет. Здесь это трофия такая, это всегда двойственность такая, да, что они как бы за наш счет вообще говорят. Окей. Но вот это вот слово отцом, это то, что у нас идет отсюда, вот то, что написано в я отцму, и поэтому здесь повторяется отцом. Окей. Евреи идут отцму, и поэтому они сказали, что он раб в отцу. Окей. А? Так. Хорошо. А, вот. А, Мазе. Митрабе. Размножается. Митрабе. Размножается. Бэммия Руд. Размножается быстро. Размножается. Этот народ быстро размножается. Ну да. Хофах. Офэрт. А вы сэкана. Демографит. Демографит, да. Ки-юно. Ки-юно. Ки-ю-мейно, да. Ки-ю-мейно, да. Ки-ю-мейно. И он как бы становится угрозой, демографической угрозой нашему существованию. Ну да, вот. К примеру, возвращаясь в наши дни, сколько-то времени назад, лет 10 назад, все время была такая главная тема, скажем, у левых, о том, что вот размножение как бы арабов, оно гораздо сильнее, чем у евреев. И поэтому это главный параметр, причина, по которой надо срочно от них отделяться и так дальше. Почему? Потому что Израиль перестанет быть как бы демократическим государством. В смысле, что они станут большинством, и евреи не смогут здесь проводить свою еврейскую власть, и не могут, когда государство не сможет стать еврейским, ЛМКН будут приняты российские законы, например, там арабам не давать голосовать, все прочее. То есть демографическая проблема, она позиционировалась как самая главная. Но по прошествии времени оказалось, что это не так. Почему? Потому что у арабов очень сильно снизилась рождаемость, в всяком случае, у израильских арабов очень сильно снизилась. Но это связано с тем, что как бы у них больше образования, уровень жизни и все. А с другой стороны, евреев она как бы совсем не снизилась. Поэтому сейчас вообще об этом перестали вообще говорить. Окей. Ну, хорошо. Евреев совсем не дослышал. Евреев совсем не стало что-то. А с другой стороны, евреев совсем, чего не совсем. А евреев совсем не меньше, а может быть даже больше. А, не меньше, господи, я не дослышал. Да, не меньше. Даже в нерелигиозных семьях сейчас на самом деле трое детей, совершенно нормальная, как бы, совершенно нормальная ситуация. Вот. А арабов сильно-сильно снизился. Знаю, я так к примеру сказал, потому что вот это вот то, что здесь написано, это вполне как бы современный язык, санканадемографик. Про это говорили все время. Окей, идем дальше. Ава. 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 Это очень знаменитая фраза, да. Ава итхакма. Ава итхакма. Лох. Давайте как бы перехитрим их. Ну, умудримся. Умудримся на них. Умудримся, да, на них. Умудримся на них, да. Алейну. По-русски, наверное, близко-таки ухитримся, хотя близко, конечно, умудримся. Перехитрим их. То есть, грубо говоря, сделаем некоторую хитрость такую, придумаем некоторый такой кунс, для того, чтобы достичь как бы того, что мы хотим, но чтобы это происходило не напрямую, а как бы вот так. И как, в чем была мудрость, в чем было как-то это вот ухитрение. Так. Алейну, лимцо, дырех. Да. Блэйкбилл, Блэйкбиллит от РБУТО. Так. Нам следует, мы должны найти способ ограничить их, ну, как бы, размножаемость. Размножаемость. Ну, звучит по-русски, не очень красиво, но размножаемость, да. То есть, сначала он не хотел просто вводить законы, которые ввел потом, поскольку, как бы, эта политика, она как бы не ввел. Он хотел, как бы, делать это по-белому, да. То есть, ввести какие-то некоторые такие вещи, которые не были, вы увидели, как просто, как бы, геноцид, то, что мы сегодня сказали, да. Но это не произошло, поэтому потом пришло просто геноцид дальше. Пен? Пен. Ирбэ, вэхая, китякраэна. Мы хам текряэна. Так, иначе, в противном случае случится, случится. Сначала Пен-Ирбэ. Пен-Ирбэ. Пен-эта оваль. Пен-эта оваль. Ну, так, иначе, в противном случае размножится. Размножится. И случится, Так, и Тафрут, Тафрут, Мельхама, и Караин, значит, Тафрут. То есть как бы вспыхнет, разразится война. Правильно, разразится, да, разразится война. То есть он непонятно, то есть либо это обсессия, да, обсессия, либо он придумывает некоторые, как бы, объяснения для того, чтобы объяснить свою политику, да. Значит, Мельхама, Бегулейну, Ацифуни, в северных, получается, на северной границе, да. На нашей северной границе, в Энуссе, в Гамху, Альснеину, и они присоединятся, он, ну, он, имеется в виду, к нашим врагам-ненавистникам, в Энильхамбану, и будут с нами воевать. Да. Да. Ала-минарацы, и уйдут, получается, поднимутся из... Делают Алию, да. Вот эта вот фраза, ну, вообще, кроме того, что она просто, как бы, такая эпическая, ее все время повторяли в наше время, а именно как-то, ну, в 70-е, для меня это были 80-е годы, когда люди сидели, включая нас в Атказе и все прочее, да, то вот все время, очень часто в наших кругах, да, все время вот эту вот фразу цитировали, да. Почему? Потому что, как бы, было не очень понятно, почему советская власть так дико сопротивляется отъезду евреев, как бы, ну, едет какое-то количество, ну, и что, как бы, и совершенно намертво стояли, не давали людям выезжать, да, и все время тогда вот в наших кругах повторяли вот эту вот фразу, то есть, это вот обсессия этого самого фараона, ну, придумали какой-то совершенно сумасшедший довод, да, что вот, стучится когда-нибудь война, они присоединятся к нашим врагам, и, в общем, тогда все погибнет, если бы там было евреев, было меньше, чем евреев, окей, дальше, то есть, вот такая нелояльность этих самых евреев, окей, и поэтому они не должны уходить из страны, странно, если они уйдут из страны, как бы, хорошо, иногда они присоединятся, то есть, логика непонятна, не очень понятна, дальше, так, хорошо, так, ну, все так, и, так, на Исраэль, я зову, это Арсейну, и сына Израиля покинут нашу страну, ну, как бы, и хорошо покинут, и слава Богу, что плохого, что плохого, ну, и ладно, тоже непонятно, уйдут, уйдут, что тебе, ну, как бы, сейчас из России можно уезжать, да, пока не закрыли, ну, сэна, как бы, власти к этому нормально относятся, люди могут уезжать, почему тогда такая обсессия была, потому что, наверное, боялись, что это, как и фараон, наверное, больше всего был страх, что есть любая закрытая система, как только появляется брешь, то тот, кто стремится оградить и сделать эту обособленность, он ужасно боится брешь, и как только брешь, то, как бы, у него ощущение, сейчас все попрут, и сейчас все уйдут, то есть, я останусь один на своем тролле, дальше, лэках, лэках, эдалдель, коах, а вот, да, бэнэс рай, ну, вот такое объяснение, а слабеют, рабочая, рабочая сила уменьшится, рабочая сила уменьшится, ну, да, вот это вот слово нам не встречалось, эдалдель, эдалдель, дали это слабый, дали это слабый, да, дали это слабый, да, ну, вот, например, такой термин, ну, не знаю, химический, бытовой, лэдалдель, лэдалдель это разводить, то есть, человеку надо развести лекарство в воде, это ледалей, слегка, ледалей, правильно. А само глагонное слово называется дилуль. Вот дилуль, дилуль, это вот как раз это разбавление. То есть один в пяти, один в двадцати и так дальше. Но здесь вот ледалей, ледалей, это в смысле, что действительно от слова даль, что он сделает, ослабит рабочую силу в Египте. Она станет как бы меньшим числом. Окей. И в шарут. И в шарут. Так. Паршанит Ахерет. Возможно, другое толкование. Ну да. Паро Омер Балишон Накия. Да, Нот Шон Накия это, значит, образа метафоры. А, вот так. Правда, я понимаю, что Накия как чистая, он говорит ясно. Ну, смотри, это выражение тоже из Талмуда. То есть, например, в Талмуде не говорят свинья, правильно? А называют ее Балашон Накия. Например, там, что не облетел из головы. Не называют свинья, а называют, что не облетел из головы. Тем самым животным так положено. Ну, и опять же, надо все-таки, наверное, сказать Лаагель, например, про Аешу не говорят напрямую. По имени. По имени. А говорят, например, Аишау. Тот человек. Это называется Балашон Накия. Окей? Да. Да. А, значит, фараон говорит образно языком. Хорошо. Ну, да. То есть, по Рому, говорит, это как бы парафраза. Так. Если, когда этот народ присоединится к нашим врагам, Анахну, Нала, Коломар, Налек, Коломар, Несулек, Минаар. Да, Несулак. Это я, честно говоря, такого не слышал. Вообще. Вот это вот Нале, наверное, это вот к этому. Вот вы Алла Минаарец. А кто Алла Минаарец? Мы, нам придется уйти, как это надо. Лесалек, лесалек. Это... Вот это оставишь кого-то уйти. Это удаляться, но даже хуже. Удаляться, это быть... Ну, в общем, помереть. Помереть, говорят, из статуса из Сталек. Ну, да. Несулак не Лану, вернусь от Мина. Мне никогда не было понятно, почему это однокоренное со словом Селек. Селек – это свекла. И знаете, когда в Росшана перед трапезой едят Симонин. Там из Симонин, да, Селек. Да, и там вот один из Симонин – это Селек. И там говорят, что из толку ойвейно, чтобы убрали все наши враги. Вот это вот то же самое. Вообще, это нехорошее слово. В смысле, оно имеет отрицательное значение, когда человек, как говорят... Обычно речь такая, слишком высокая, да. Он, например, говорит, что уисталек. Право. Вообще-то, образно, человек ушел из этого мира. Но вообще, когда человек, например, там, его выкинули из зала заседания, а, да, вот, например, у сулак. Вот сулак – это да. Например, когда происходят какие-то прения в Кнессете, и кто-то там бурно выступает и все, то тот, кто ведущий этого собрания, он может вызвать, ну, типа, охрану, да, и сказать им, давайте, товарища, я ему сделал какие-то предупреждения. И тогда выделяется фраза «УАЯМИСУЛАК» или «УСУЛАК МИАИШИВА». То есть, его действительно изгнали. То есть, сулак – это, как бы, пассивно. Не просто ушел, а его, как бы, ушли из зала, грубо говоря. Поэтому здесь тоже «НЕСУЛАК». Мы будем изгнаны. Вот это, наверное, ближе всего, это русское изгнанное. МИНАРЦ. Это все, видимо, объяснение вот к этому слову «ВАЛАМИНАРЦ», что нам тоже было непонятно, почему, как бы, ну и что. Но они будут сразу с нами. А кто «АЛАМИНАРЦ»? Вот это вот слово «АЛАМИНАРЦ», видите, то, что я красным почерпил, но как-то выпадает из общей фразы. Ну, хорошо, истанет много, произойдет война. Ну, хорошо, присоединятся к врагам. Но до этого момента, как будет компонент, типа «Пятая колонна». Непонятно, каким соображением. Ну, предположим, присоединятся к врагам. Ну, а к кому имеет отношение вот это вот окончание «ВАЛАМИНАРЦ»? А кто уйдет из этого самого? Непонятно. Поэтому, вот, по-видимому, вот здесь вот «АНАХНО НААВЭ», наверное, это призвано объяснить вот это вот непонятное окончание этой фразы. Мне так кажется. Окей? Что делаем дальше? Переходим к Аслану? Давай, передаем. Да, давай. Аслан, ты с нами? Да-да, я здесь. Да, замечательно. Сейчас я немножко подвиню. А потом он говорит «Резюме». Поэтому Ваясиму... Поставят, что ли? Ну, да, поставят, правильно. Поставят по-русски. Поставят египтяне на нас. АЛАХ на него. В его смысле на Икра. На него князей. Ну, САРЭМИ СИМ – это министров, грубо говоря, налогового управления. То есть, грубо говоря, надо, в общем, как-то их прижать к ногтю, то, что называется по-русски, да? Каким способом? Ну, да, обложить тебе очень сильным налогом. Чтобы настолько было сильное бремя. Не, ну, там переводят как «начальники работы», на самом деле, в тексте. А, САРЭМИ СИМ? Ну, наверное, да. Типа «надсмотрщик». Да, «надсмотрщик». Надиратель заработает что-то. Но общая идея такая, чтобы как бы прищучить настолько, чтобы люди думали только о том, чтобы фактически выиграть, а не занимаясь ничем другим. Окей, дальше. Месс-Овер. Масс-Овер. А, масс-Овер. Лима-Авонот. Ано-то. Ано-то мессив-Лотам. Мессив-Лотам. Масс-Овер. Масс-Овер, дословно, налог. Ну, как бы перевод, по идее, должен быть такой. Масс-Овер, это рабочий налог. Хотя, если идти по тому, как, наверное, правильно сказала Аня, речь идет про налог, речь идет про некоторую норму. То есть они должны были давать некоторые очень завышенные нормы, как это называется, выработки, там, не знаю, дневной, для того, чтобы это было настолько изнурительно, чтобы они не могли ничем не заниматься. в том числе деторождением и в том числе мыслями вообще о том, чтобы, ну, вот там, не знаю, притяняться к врагам, выходить, откуда, и все что. Люди занимались только физическим выживанием. Лима-Ан. Для того, чтобы они страдали. Правильно. Ано-то бессив-Лотам. Для того, чтобы, ну, как бы заставить его страдать, ну, бессив-Лотам от тяга ты. Ну, идея такая, что они будут так тяжело работать, что работа будет просто непассивна. Так пойдем по-русски переводится. Дальше. Бемиштар. Бемиштар. Гарикузи. Гарикузи, правильно. Значит, как бы в системе, когда это центральное управление. Я не знаю, как по-русски в одно слово сказать. Центральноуправленческая система. Грубо говоря, есть пирамида. Вверху стоит фараон. Как он сказал, так оно и будет. Поэтому называется рекузи. Рекузи – это как бы... От мерказ, да? Что-что? Мерказ. Центр. Мерказ отсюда, да. И рекуз – это фокусироваться, да. Дальше. Шеровах. Шеровах. Который, ну, как бы, ровах, который существовал в Египте. Бемицраим. Лемелеху. Шекава. Ахоль. Ахоль, да. Амеле хушекава аколь. В системе, в центральной системе. Ну, да, централизованной системе. В централизованной системе, которая царила в Египте. Амеле хушекава аколь. Ну, царь этот. Нет, царь – это тот. Это тот, который… Как он сказал, так оно и будет. Нет такого, что начинаются прения, дебаты, эти, то, эти, за, и пято, и пято, и пято. Ни демократическая система. Никто ничего не управляет. Как фараон сказал, так оно и будет дальше. Паро. Паро. Паро гаамид. Эээмид. 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 Мэму ним. Мэму ним. То есть назначенные, назначенные, значит, чиновники. Вегиис. Вегиес. Вегиес. Оврем. Авгар. Да. Леаводот. Аводот. Да. Цибуриот. Цибуриот. Общественные работы. Летовот. Летоват. Мицраин. Правильно. Как он это значит? В чем это выражалось? Он паро, что он сделал? Эээмид. Мэму ним. Он назначил. Ну как это? Неурядников. Ну в общем-то это по-простому было. Начал тех, которые как бы за ними следили. То есть надсмотрщиков надо просто перевести. Вегиес. Гиес это мобилизовал. Мобилизовал иврим. Иврим в смысле ивреев здесь имеется. Иврим. Многих ивреев. Многих ивреев. Да. Леаводот. Цибуриот. Для общей работы на пользу местам. Например, строить бессмысленно эти самые пирамиды. Знаешь, общественная работа. То есть там как бы надо было придумать какой-то проект, чтобы можно было большое количество людей туда отправить. Ну, например, там БАМ строить, грубо говоря. Вот типа БАМа строили эти самые пирамиды. Дальше. КИВА. 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 КИ АХАИМ АКАШИМ. Да. ИГРЭМУ. Правильно, ИГРЭМУ. ЛЕЙТ МАТОТАМ. ЛЕЙТ МАТОМ. Да. УМЕНШЕНИЕ. УМЕНШЕНИЕ. ШЕЛЬБНЫЙ ИСРАЭЛЬ. УЛИШВИРОТ. УЛИШВИРАТ. 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 РАХУМ. РУХАМ. РУХАМ. РУОХ ШЕЛАЭМ. РУХАМ. УКИВА. УКИВА. Да. Он наделся. Он наделся. Он наделся, что живые. Нет. Тяжелая жизнь. А, тяжелая жизнь. Тяжелые условия жизни лучше по-русски. ИГРЭМУ. Ну, причинят. Причинят, наверно так, да? Уменьшению слов Израиля. Ну да, то есть как бы число их хоть меньше. Лучше и рад рукам, да? Ну, так сложно сломать их дух. Окей? Дальше. Мискинот, да. Мискинот. И построил? И построил города запасов. Они стали строить что? Вот эти арей Мискинот. Ну, сейчас будет объяснено, потому что не важно слово Мискинот, слово как бы Сакана, причем Сакана непонятно. Но сейчас будет объясняться, что это термин города запасы. Туда свозили все запасы общественные. Что объясняет Штензальц? Арей? Арей от срод. Арим ше го ад. Но аду, которые были предназначены. Лешемеш. 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 Использование. Махсаним. Махсаним, да. Малхутием. Малхутием. Что такое арей Мискинот? Это арей от срод. То есть города запасов. Сокровищ дословно. И города. Города, которые были предназначены для использования как в качестве чего? Махсаним, Малхутием. Царских, царственных. Да, царственных хранилищ. Хранилищ. Для хоров. Да. Это Аир. А дальше не причиняются какие-то города, да. Питом. Питом. Это Аир Рамсес. Да, то есть вот эти общественные работы. Это было слегка. Я себя поправляю. Не пирамиды. А это постройка двух специальных городов, которые были города запасов. Которые были предназначены для того, чтобы строить в них, видимо, огромные какие-то королевские, царские в данном случае, фараонские склады пропитали. Дальше. Века Ашер Яануото. И тот, который... Ну да, это знаменитая фраза. Века Ашер Яануото, а когда его как бы мучили, его в смысле Израиль, да. Кен. Кен, Ербе, Векен, Ефроц. Ну да. Ну так увеличился, размножился. И фронт словно прорвался. В данном случае как бы, ну, разлетался, не разлетался, а что он увеличился и распространялся. То есть произошло прямо противоположное тому, что хотел параон. Он создал такие условия, которые по логике вещей должны были, во-первых, уменьшить рождаемость, потому что у людей не было времени этим заниматься и вообще такие тяжелые условия жизни. А те, которые как бы живут, они были в таком подавленном состоянии, что они боролись бы только за то, чтобы вообще выжить, прокормить как-то членов семьи, уже не думать ни про какое размножение. Но тем не менее, вот эта вот фраза, эта фраза тоже такая эпическая фраза. Она всегда повторяется, когда происходят какие-то, не дай бог, хорошие события с евреями и с Израилем. А как бы реальность показывает, что происходит наоборот, тогда говорится «Кен-РБ, Кен-Ифродс». О, Пен-РБ, О, Пен-Ифродс. То есть наоборот происходит что-то противоположное тому, что хотят сделать ненавистники. А когда его мучили Израиль, то наоборот он увеличивался и распространялся. Происходило прямо противоположное тому, что планировал фраун. Афальпи. Афальпи Шехаэйхем, Хаю Кашим, Вайотер. И даже согласно... Афальпи – это всегда несмотря на то, что... Несмотря на то, что... Несмотря на то, что им жизнь была тяжелой, и еще более тяжелой. Миспарам, миспарам. Их число... А вам погадали увеличивалось. Только увеличивалось. Несмотря на то, что их жизнь была тяжелой, их количество только увеличивалось. Да. Кивон... 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 Несмотря на то, что... Или из-за того, что Израиль... Из-за того, что Израиль не... Ну, как бы ограничивался... Ну, я добавляю слово проживание, не ограничивается проживанием только в области ограниченного поселения, ну, типа, как Эррн с Гошем, да, это уже было сказано, то они как бы пофюду расселялись. То вот этот вот феномен, феномен о том, что... Несмотря на то, что, как бы, с ними ведут себя жестоко, а тем не менее, они продолжают увеличиваться. То есть, основная идея фараона была ограничить их рост. А было видно, что это не происходит. И вот это вот следующее, что... Амицрим, Цафу... Амицрим, Цафу, Беитра, вот там. Да, а эти самые египтяне, они как бы с ужасом наблюдали за их продолжающейся размножением дальше. И что они почувствовали, египтяне? Виакуцу. Виакуцу. От слова лаакоц. То есть, как бы, их эти... Ну, дословно, ущемило, как бы, понимаете? Их не ущемило, в том смысле, что это их сильно напрягло. Да? Амицрим, Хашу... Амицрим, Хашу... Меус. Да, ну, Меус такое слово тоже, оно очень разговорное. Лемаэс, то есть, это надоест. Когда человеку обрыдло, надоело. Да? То есть, им вообще говоря... Ну, можно, наверное, подобрать какое-то современное русское слово такое, которое ходит, когда кому-то от кого-то, кто-то кого-то сильно достал. И что он тогда говорит? Слушай, он меня достал просто со страшной силой. Да, вот это именно... Вот это вот этот самый Меус. То есть, египтяне, они просто их достали совершенно... Израильтяне тем, что совершенно продолжают размножаться, и не происходит того, что они задумали. Дальше. Ну, я думаю, как-то сильно напряглись от Бне Исраиль. То есть, они увидели, что вот эта вот политика, она не приводит к желаемому результату. Окей? Давайте, я предлагаю, может быть, мы не закончим на этом? Нет? Да. Давайте закончим, потому что нам уже сейчас как бы не слишком рано, скажем так, или, скажем, даже поздно. Окей, мы, я считаю, отлично прочитали, очень интересно, и разбор очень интересный, и как бы даже те вещи, которые, кажется, что все уже читали, и все уже знали, а когда еще раз повторяешь, и вот с этим очень-очень, на мой взгляд, очень полезным комментарием Равина Штензальца, который строит такой мостик, и он создает некоторую очень такую логическую систему, ну и потом, опять же, объяснение, новые слова, и все, и перекличка современности, мне кажется, это все очень интересно. Окей, тогда мы на сегодня как бы кончаем. Сурок-то вот сейчас очень такое напряженное время, ничего не знаю, никто не знает, что будет дальше. В Израиле дикая напряженность. Почему? Потому что, вообще говоря, все ждут, когда будет иранский удар. Окей, будем надеяться, что либо он вообще не произойдет, либо он произойдет таким образом, что все-таки люди не пострадают. Такое-то очень напряженное время. Ну, будем надеяться, что мы вкладываем на то, что мы изучаем Тору, мы вместе с какой-то... Дай Бог, дай Бог. Дай Бог. Все, всем счастливо, до свидания, псорок-то вот. Пока. Спасибо. До свидания, Саша, счастливо. Значит, мы в следующий раз встречаемся по идее, да, в Израиле дикая в Йом-Хамиши, и мы обсудим, будем ли мы дальше разбирать речи Бениамина Таньяу, либо мы возьмем что-то более простое. Это мы обсудим в нашем чате. Всем счастливо и пока.